Продолжение темы. Тюменские разработки в области медицины будут представлены на Российском национальном конгрессе «Человек и лекарства». Об изобретениях наших ученых и о том, находят ли они применение в больницах, узнаем у доктора медицинских наук и проректора по научно-исследовательской работе и информационной политике Тюменского мед. университета Ивана Петрова. Иван Михайлович, доброе утро. Доброе утро. Конгресс у нас называется «Человек и лекарства». Скажите, пожалуйста, а в нашем университете ведется вообще разработка и исследование каких-то препаратов? Каких именно? Ну, разработка лекарственных препаратов – дело достаточно затратное в плане и финансовых вливаний, и наличия необходимой базы. Все-таки это на настоящий момент прерогатива больших фармацевтических компаний. Но исследования в этой области, конечно, ведут наши ученые, ученые фармацевтического факультета и клинических кафедр. Из наиболее таких в настоящее время разрабатываемых препаратов, или даже, более правильнее сказать, методик их доставки, хотелось бы обратить внимание на исследования, которые проводятся фармацевтическим факультетом по разработке наружных мазей с различным абсолютно составом в плане лекарственного вещества на основе тизоли. Также ведутся исследования на основе такого уникального, можно сказать, минерала циолит, месторождения, которое находится на территории Тюменской области. Эти препараты будут планируются для перорального применения. Что они лечат, хочется сразу спросить. Сам здесь больше методика и способ доставки и высвобождения лекарственного препарата. То есть здесь действующее вещество не сам препарат, разрабатываемый нами, а именно форма доставки. То есть вот лекарственное средство, которое планируется разработать на основе тизолита. Здесь весь фокус в том, что прием лекарственного препарата будет способствовать тому, что действующее вещество, которое мы можем туда внедрить, любое будет высвобождаться в течение длительного времени. Как известно, приверженность к лечению, есть такой термин медицинский, комплоентность к лечению пациентов больше, если прием препаратов реже. Чем реже прием, тем эффективность лечения будет выше. И мы проводим исследования по разработке именно таких форм, которые один раз приняли. Наибольший эффект показывают. Двое сутки, да, или даже двое суток препарат медленно высвобождается. Удобно. Поддерживается его концентрация определенная на должном уровне. Тюменские разработки, вообще проекты, которые будут представлены на Конгрессе, они уже имеют какое-то применение практическое в наших больницах? И вообще, в чем мы наиболее преуспели? На мой взгляд, наиболее проработанной и внедренной в практическое здравоохранение темой, это является продукт нашей школы травматологов, которые уже не один, но десятилетия разрабатывают. Начиная от устройств, которые применяются при переломах для черезкостного остеосинтеза, так и для внутрикостного остеосинтеза. Прежде всего, это импланты с покрытием. То есть здесь покрытие из никелита титана. Кроме этого, достаточно перспективные разработки, которые только начинают еще внедряться на этапе апробации клинической, это разработки с содержащими нанесением на импланты экзаметаболитов бактерий. Бактерии между собой находятся в постоянной конкуренции, и мы хотим выделить из бактерий те вещества, которые препятствуют росту других бактерий. То есть если мы, и мы уже это научились, получать, выделять, есть определенные наработки, наносим на имплант. Дальше это может быть либо устройство для фиксации, либо даже искусственный сустав с покрытием из такого вещества. Здесь мы снижаем риск развития инфекционных осложнений, и, соответственно, меньше будет негативных последствий для пациента. Вот эти вот методики, наработки тюменские врачи на практике используют, а может быть и не только тюменские, может быть они уже ушли за пределы регионов. Достаточно интересная как бы тоже наработка наших ученых, которые работают и в университете, и в практическом здравоохранении, это детские хирурги. Здесь наработка тоже запатентована и активно применяется у нас, и есть, я знаю, определенная заинтересованность и других регионов. Это устройство для проведения операции у детей при паховой грыже. То есть это несколько модифицированная, придуманная, можно сказать, модификация нашими учеными, когда берется игла, у нее проводится рассасывающийся проводник, и без таких обширных разрезов, что довольно травматично для детей, проводится операция у ушивания паховой грыжи. То есть эта методика, ну, разработка достаточно интересная, как бы мы сейчас как раз работаем, как ее продвинуть бы на российский рынок, то есть изучаем востребованность и реальную возможность, где это можно производить. Дорогий Иван Михайлович, тюменская наука на месте не стоит, мы это видим, слышим. Спасибо вам за беседу, за вашу работу.